Есть поверье, где стоял церковный алтарь, служат ангелы и плачут, если храм был пороган или разрушен. Карельская перешейка Но что же было раньше на этом месте? Как же появился этот храм? В конце 18 века финская деревня Райвола заселяется русскими крестьянами из Орловской губернии. Это был народ христианский, православный. В 1802 году на самом красивом месте возле реки Райволовки построили церковь святителя Николая Чудотворца. Церковь была маленькой и далеко не все желающие могли в нее поместиться, тем более когда была построена железная дорога и Райвола стала излюбленным местом отдыха петербуржцев. Был построен большой храм. План храма составлен был безвозмездно русским архитектором Иваном Семеновичем Богомоловым. Храм получился на славу. Снаружи он был покрыт сплошным узором изящной резьбы. Внутри образцового храма было замечательно. Только и этот храм, как и многие другие, постигла участь. Храм был разрушен во время зимней войны 1939-1940 года. Война, в чем бы она ни проявлялась, всегда несет разрушение, после которых целые народы оправляются многие и многие годы. Так и рощина до конца 90-х годов оставалась без храма. Только в 1995-м с благословением митрополита Иванана началось строительство церкви отцом Павлом Бельским. Новые испытания встали на пути. Вначале долго не могли найти, где же был расположен предыдущий храм, но благодаря чертежам и фотографиям место установили. Потом задались вопросом, какой храм стоял в рощину. И как раз в это время из Стальгольма приезжает Архимадрид Матфий и привозит с собой фотографии Раеволовская храма. Легко было начать строительство? Знаете, нам как никогда повезло. Когда встал вопрос о строительстве храма, мы обратились в нашу администрацию. Оказывается, уже очень давно ждали организации этой общины. И был такой Евгений Анатольевич Караулов, директор Рощинского дома. У него, оказывается, была мечта построить в Рощинском деревянный храм. То есть мы пришли, и у нас сразу же практически были... К нам сразу же пошли навстречу организации. Ну и основной, конечно, строитель был Евгений Анатольевич Караулов. Место было выделено на берегу озера. Именно там, где предположительно находилась до этого церковь. Только... Как Елена сказала, на месте построенного храма был пустырь. Там рос кустарник. И, в общем-то, больше ничего и не было. Поэтому для того, чтобы начать строительство, пришлось очищать территорию. И первое, что сделали, стали ее огораживать забором. Забор был интересный. Он был деревянный и с крестами. Это была целая эпопея, потому что территорию нам дали большую. И, в общем-то, трудов было положено немало на этот забор. Так, шаг за шагом, Рощина приближалась к духовному объединению. И к ответу на вопрос. Правильно ли определили место утраченного храма? Когда? Строили фундамент, то при раскопках была найдена лампада. Старая лампада от прежнего храма. То есть это место, ну, не совсем точно, но это то место, где был храм изначально. Так, через полвека появился храм в Рощина. И вот к Лазареву субботе, значит, было закончено строительство. Мы уже руку положили на священники и перевели уже на Рощинский приход настоятелем Рощинского Никольского храма. Храм получился чудесный и любим многими, только с небольшим недостатком, маленький размер. И если вначале эта проблема была незначительна, то теперь храм перестал мечтать всех верующих и повторилась история вновь. Да и отец Бельский понимал это с самого начала. То есть этот храм должен был быть временным. Ну вот на сколько он 20 лет существует, он оказался по 20 лет постоянно. Ну вот, видно, ждал отца Дианиси, полустроителя. Который сейчас и строят, да? Как раз большой храм. Новый храм решили построить похожим на утраченный. Удивительно, как похожий рисунок на макет храма, который был когда-то построен. Если сравнить их, то можно увидеть невооруженным глазом сходство между проектом будущего храма и тем, который существовал в конце 19 века. В прошлом году проводился мониторинг по поводу того, что у нас в храм не входят люди. Люди постоят, значит, здесь, потусуются и уходят. Потому что в храм на самом деле не попасть. И это очень обидно, потому что хочется постоять на службе, все-таки помолиться Богу, порадоваться, что все-таки Христос воскрес, мы к этому все шли. Это такой светлый праздник. И у нас очень многие уезжают, потому что не входят. И ездят в Зеленокорск, в Горьковское, в ближайшие храмы, которые там, в Комарова. Все уезжают туда. И очень обидно, что в нашем поселке столько народу, и они не могут попасть в храм именно в тот праздник, в какой надо туда попасть. Просто необходимо. Спасибо. Нам необходим большой, большой храм. Да, Христос воскресе. Да, воистину воскресе. Я хочу сказать, что, в принципе, это давно должно было случиться. Это событие для нашего поселения, рощина, строительство храма. Это, я думаю, что знаменательное значение имеет для нашего города. И я думаю, что с возрождением храма возродится историческая культура. И вообще, не только нашего поселения, но и, наверное, страны в целом, если мы будем возрождать то, что утеряно с годами нашей истории. Известно, что этот храм был настолько красив, что жители Санкт-Петербурга, люди, причастные к искусству, к высокой культуре, приезжали сюда, в поселок Райпола, с тем, чтобы прикоснуться к его красоте и благолепию. И вот, милостью Божией, кажется, время пришло, чтобы нам всем трудиться над тем, чтобы этот храм воздвигаться. Храм пока еще строится, но мы параллельно разрабатываем воссоздание храмового бранства от иконостаса и икон храма. Есть несколько вариантов, как это будет воссоздаваться. Либо воссоздать в первоначальном, как исторический иконостас был, либо создать что-то новое по каноническим традициям церкви. 18 апреля, в светлую субботу, в поселке Рощино состоится закладка камня в основании строящегося храма в честь святителя Чудотворца Николая. В эту капсулу, помимо грамоты, которой полагается закладывать правящий архиерей, будет помещена земля с Иерусалима и частички святынь, которые я вот недавно, находясь в Иерусалиме, привез именно для этого события. На сегодняшний момент мы уже организовали и совершили полностью фундаментные работы. Впереди у нас вкладка храма и все последующие работы, необходимые для его возведения. И мне очень радостно осознавать, что на протяжении всех работ по воздвижению этого храма мы здесь, в поселке Рощино, всемирно обретаем поддержку. Начиная от простых людей, людей, которые не только составляют общину нашего прихода, но также людей, которые просто живут в этом населенном пункте, которые по тем или иным причинам думаются, что на сегодняшний момент еще не составляют, временно не составляют часть православной общины Рощино, Рощино, но также и администрация, и местная, и представители депутатского корпуса Законодательного собрания Ленинградской области всемирно оказывают поддержку возведению этого храма. И вот это единение людей здесь, чувств, мыслей, намерений, свидетельствует о том, что Божие благословение на возведении его есть. Когда мы приступали к строительству, мы буквально не имели ничего. И разговор о том, как мы будем организовывать фундамент, как мы до этого еще поднимали разговор, будем решать вопрос проектом, все эти вопросы не было никакого ответа. Но вот сейчас есть и проект, и фундамент, и впереди, слава Богу, слава Богу, есть намерения, желания, и как бы какой-то огонек, который, думается, озаряет нашу работу. И потому призываю всех вас быть участниками этой работы. Есть хорошая традиция созидать православные храмы всем миром. И эту традицию, кажется, и здесь, в Рощино, нужно выдержать, нужно ее приблизить к нам и стать ее частью. Поучаствовать в деле строительства храма – это важное духовное такое делание. И мы не говорим о возможностях. Если вспомнить евангельские события о лепте вдовице, так называемой, она принесла небольшую какую-то сумму и вложила в сокровищницу храма. И Спаситель не просто оценил, слово это может быть не совсем хорошее, но Он заметил это действие, которое совершила женщина, она совершила от чистоты души. Она не имела большого состояния, но то, что она имела, то, что она могла, она внесла в эту сокровищницу. Тем самым она внесла в сокровищницу духовной жизни свою частичку. И вот я всех призываю по силе своей возможности принять участие в строительстве как Рощинского храма, так и многих храмов, которые сегодня у нас на территории Выборгской епархии, их 33 мы строим. Господь никогда не бывает долгу, и каждому воздаст благодарность за то, что мы сегодня делаем. Субтитры создавал DimaTorzok